Друзья мои, мы зашли с Машенькой в кафе. Называется Фаннаберия. Как-то замечательно. Красивое. Заказали пиццу. Прошуто. Очень красиво, очень милый кафе. Большой ассортимент десертов, мороженых. С Машей, если останется место после пиццы, мы закажем какой-нибудь десертик. Я пройдусь вам и покажу чуть-чуть. Это находится на площади. По холодистовам. Вид на Евангелийский собор, по-моему, это Евангелийский собор. Очень любятные столики. Тут же выход на площадь. Людей много. Сегодня выходной день. Ожидаем Машеньку. Нам уже принесли кукшенчик масла, приборы, две тарелочки и Кока-Ко. Маша хотела лимонад. Я просто купила лимонаду домашнего. Но только апельсин или лимон не любят. Кто сказал? Очень любая. Громкая музыка или вообще это будет? Да или рок? Ребята, у нас такой слет байкеров и рок-концерт. Заграбываешься, я брал. Заграбываешься. Плохое слово. Зима плохая, да? Заграбываешься. Спадамы, дура. Ну, ребята, наконец-то мы дома. Сейчас, подождите, я кресло-то длину. Гребят, я вам покажу, как у нас всё цветёт. Пахнет. И берёзки уже зелёные. Давайте немножко меньше масштаб. Чтобы вам было лучше видно. Вид с балкона на миллион долларов. Сегодня такой солнечный денёк. Мы чудесно погуляли с Машей. У нас было небольшое дело во Владиславе. Мы съездили. Зашли в кафе на площади. Называется Фанаберия. Поели пиццу, выпили кока-колу. Потом Андрюша за нами приехал. И мы пошли с ней... Он привёз нас в Ешембе. И мы пошли в галерею. Галерея Ешембе называется. Купили ей там на весну одежду. Ой, ну какая ж красота. Я вам попозже покажу, что мы Машеньки купили. Наконец-то тепло. Ребят, пишите, какая у вас погода. На сегодня 19, а завтра плюс 25. И сейчас буду стирать. Завтра буду прибирать. Потому что вот сейчас 5 часов. Мы только приехали. Мы только вернулись. Сейчас выехали в 10 с чем-то. Только вернулись домой. Прям бы не уходила с балкона и всё. Тут бы и жила на балконе. Всем привет, друзья мои. Сегодня уже следующий день. Так вчера видео не дописала и не доснимала. Ребята, вчера приехала поздно. Мы уже приехали. Потом пошли в торговый центр. Там Маша. Ну я вам рассказывала. Надо ещё показать, что Машу купили. Потом взялась стирать, пылесосить. Сегодня это праздник. У меня посудомойка работает. Ну посудомойка это куда деваться. Вчера старалась всё перестирать. И вчера старалась всё навести порядок везде. Так, а сейчас только я завтракать собралась. А время? Час дня. Час дня, ребята. Что мне будет на завтрак? Салатик. Это я зелень уже помыла, обсушила. Я вот так вот её мою. Заливаю, вернее, холодной водой. Но там лежит. Потом промываю на ду шлачок. Выкладываю на полотенечко. Она высыхает. Я тогда складываю в какую-нибудь ёмкость. Так, отрезаю от стебельков. Складываю в какую-нибудь ёмкость. Закрываю крышкой в холодильнике. Индола хранится. Ага. Значит, у меня будет на завтрак. У меня будет омлет с беконом. Вот он какой румяненький. У меня тут только яйца, молоко, соль, перец и бекон. Обычно без бекона делаю. Я люблю такой омлет. Без муки. И меня Лузка привезла смалец. Смалец деревенский. Со шкварочками такими маленькими. Очень вкусный. Я сейчас вот поджарила тустики с жарного хлеба. Но мы уже этим смальцем сейчас они остынут. Салатик у меня здесь. Паприка. Помидоры. Укроп. Петрушка. Редисочка. И там под низом огурчик. Все, посолила, поперчила и полила маслом. Я хотела кунжутное купить, но его не было. Я взяла льняное. Ну, тоже очень хорошо. Сейчас. А завтрак Андрюша уже поел, да, Андрюша? Что у тебя было на завтрак, Андрюша? Или на второй завтрак у тебя было? Андрюша были голубцы. Я готовила голубцы и перчик фаршовый. Еще Лузька, когда была, она делала очень много суши. И привезла мне вот такое количество кунжута. Это паночка тоже овощи мне дарила на телевизор. Еще когда только приехала сюда. Первый год. Кунжут. Я купила такую большую упаковку и оставила мне эти переводы. Немножко поджариваю, пересыпаю такую поменьше емкость и посыпаю салатики. В общем, все, что хочешь, можно посыпать. Маша у меня и спагетти с сыром посыпает. Как знаете, такая заправочка небольшая. Еще салатик посыпаю. И будем завтракать. Ребята, я же вам все хотела показать и все забываю. Машенька мне дарила на день рождения 4 чехла новых на мой телефон. На все случаи жизни я вам похожих покажу. И вот такую французскую масленку. Я очень давно ее хотела. Заказывали мы все через сайт Шейн. Смотрите. Это одно из ее названий французская масленка. Она состоит из двух частей. Вот в эту часть поливается водичка по рисочку. Водичка кипяченая, комнатная температура. И здесь есть такой ножик деревянный, чтобы намазывать масло. А вот в этой части она вот так выглядит, как колокольчик. Вот так вы ставите. Получается, закрываете. Господи, идите в камеру. Где я? Мне голова болит, ребят. Поэтому немножко как бы это. И вот так. А сюда, в эту часть, вы напихиваете размягченное сливочное масло. Ну, такое, которое можно полностью набивать. Здесь где-то выходит чуть меньше, чем пачка. Сюда входит, по-моему, 200 или 170 грамм. 170 грамм, по-моему. И оно у вас хранится. Вот эту водичку периодически надо менять. Ребят, запах как будто только пачку открыла. Оно не желтеет, оно не стареет, не покрывается пленкой. Вот так все. И красота. Сейчас, кстати, поменяю водичку. Ножик сразу оттерла. Все, да я его так, чтобы не сильно так море его, конечно, периодически. Это просто бумагой, бумажным полотенцем вытираю. Все, как попользовалась. Хочу, чтобы он так немножко, знаете, пропитался. Хотя он пропитанный, как какой-то Олег. Очень удобный ножик, так намазывать. В общем, моя вам рекомендация, друзья. Вот у меня есть. Водичка нет, ей надо еще чуть-чуть остыть. Чуть-чуть. А я вот так оставлю. Сейчас налью и оставлю, пусть остынет. Вот так, друзья мои, очень вам рекомендую. Что там по цене, ну, не так, чтобы совсем дешево. По-моему, нужно на других может сайтах поискать. Я хотела именно в этом цвете. Я когда-то видела больше выбора. Они были дешевле. По-моему, заплатили за 4 чехла и эту масленку. Там еще какие-то скидки были. 90 злотых мы заплатили за все. Что-то в июне 60 злотых мне она обошлась. Там были попроще, без ножика. Из вот этого вот обруча, да, в котором силиконом этот обруч. Но мне нравится. Он смягчает, потому что это фаянс и это фаянс. И достаточно толстый, да, вот края. Видите, какие? Наверное, тут миллиметров по 7. И он такой тяжеленький. Вот так вот. А, красота. Ну, красота же, друзья мои. Красотища. Ну, когда вам надо намазать, вы вот так вот ставите. И там ножиком набирайте себе и пользуйтесь. Так что присмотритесь. Вдруг кому-то достает вот эта проблема. Что, знаете, масло вытащил. Кто-то купил плавленный сырок. Мажут сырок. Мажут что-то другое. Варенье. Там другие вещи. Джемы. А масло пропадает. Потом приходится его выкидывать. Вот, пожалуйста, выход из положения. Ну, что. Сейчас иду кушать. Вот мой омлетик. Половинку положила себе. Салатик. Тостики. И смалится шкварками. Вот я вообще молодец. Молодча. Ну, что, ребят. Это очень полезный продукт. Очень. Так хочется сала украинского. С прорезью. Со шкуркой. Паленой соломкой. Ой. Ну, ладно. На безрыбье и кинг-кон халсука, говорит Верка Сердючка. Так что. И смалится. Со шкварками тоже подойдет. Всем приятного аппетита. Кто хушает, ребята. Это у меня посадомойка. Время от времени вот такое устраивает. Вот такие вот хрюканье какие-то. Это она уже открылась. Да, вот видите. Это она так, что мы там делаем. То ли выкачивать воду. То ли что, да. Томик нас предупреждал, что такое бывает. Это не каждую, не каждую помоску такое. Но иногда красит. Друзья мои, я хотела вам показать, что купили Машеньке. Не хочу ложить на кровать, потому что я еще ничего не стирала. У нас такая жара сегодня плюс 27. Прикиньте, ребята. Плюс 27. Так, первое. Это вот такая. Это все магазин хаус. Вот такая футболка. Всяким ангелочком. Маша как-то подобрала все в серых тонах. Ну, она выбирает одежду. Я не лезу в это, потому что у них там своя мода, свои приколы. Поэтому, что выбрала, то и слава Богу. Качество очень хорошее. Правда, и цена хорошая. 80 злотых за футболку. Эту мы заплатили. Немножко как врубчик, трикотаж. Видите? Хороший катон. Хорошо все пошито. Ничего не перекурочено. Тут по бакам что? Ничего. Такой рукав. До середины бицепса. Ну, длинненький такой. Более-менее. Магазин хаус. Размер XS. Я думаю, это оверсайз. Потому что на XS какое-то не похоже. Это футболка бы на меня была бы такая. Знаете, свободненькая. Так. Следующая. Еще одна. Маечка. Футболочка. С длинным рукавом. Тоже на нее была акция. Да. Акция. Она стоила, по-моему, 70 злотых. По акции 25. Сейчас. Ну, вот до акции Маша видела, наверное, в начале зимы. Сейчас мы пришли. На нее была очень хорошая цена. 25 злотых. Единственное, что мне не нравится, что тут вот такие вот камушки. Это только ручная стирка. Не знаю, как сушить. В полотенчике, что ли, ее, да, как бы. В полотенчике, что ли, ее как-то так просушивать. Не выкручивать. Иначе ко мне эти все подпадают. Тоже магазин хаус в размере S. Очень тоненькая. Она такая. Очень тонкий трикотаж. Тоже, как немножко выстираны, выгоревшие. Ну, что сделаешь? Детям нравится. Ребят, вот так цвет передает точно. Вот так вот. Сейчас вы видите. Дальше. Толстовочка. Опять ангелочки. Такая толстовка. Трехнитка. Металлическая змейка. Карманы такие. Манжетик трикотажный. Резинка. Здесь резинка. Здесь не очень большой начосик, но он есть. Ну, так вдруг. Потому что все. Со всего выросла. Она все выстиралась уже. Последний раз мы покупали одежду. Наверное. Не знаю. В начале зимы, что ли, мы там покупали толстовочку. И покупала. Нет, перед Новым годом. Розовенькую толстовку какую-то брала. Ну, вот такая вот. Толстовка тоже. Магазин Хаус. Размер XS. Тоже она оверсайз. С капюшоном. Капюшон хороший, глубокий. На трикотажной подкладке. Так. И еще. Вот такие брюки. Вот такие вот брюки. Это тоненькая хбшная плащевочка. Не знаю, ребят, плащевка это или нет. Но это хб ткань. Не знаю, как будет носиться. Шлатиться будет или нет. Стоимость, по-моему, 79 злот или 89. Вот. Янса шерстинка уже прицепилась. Вот такой тоже серый цвет. Там были и светло-серым. Были хаки, черные. Но черные с нашим котом нет. Ребят, очень хороший вариант. Тут затяжки по бокам. Металлическая змейка. Здесь кнопка. Минимум кармана вот только такие вот. Косые карманы, брючные. Здесь две складочки. Внизу тоже на затяжке. И сейчас я вам их поверну. Сзади два кармана обманки. Там нет карманов. Это просто как рамочка, да, с листочкой такая. И все. Резинки. Очень легенькие. Не супер тонкие, но достаточно тонкие. Вот сейчас на весну. Что ж это за нитки, блин. Если наши мне бы хотелось. Там были из плащевки, но они такие длинные, ребят. Сейчас модно, чтобы вот эти штанины свисали, спадали прямо на обувь, да, такими этими самыми, как с чужой, с чужого плеча, хотела сказать, как с чужой попой. На два размера, на три размера больше берут. Под ремень одевают или вот такая пояс резинка. Ну вот такой вот у нас будет. Я туда-сюда бегаю, извините, друзья мои. Такой у нас будет. А девушка, Маша говорит, ой, мои одноклассники в обморок упадут. У тебя вечно в пастельных тонах. А тут прям, говорит, мама, мне так в школу хочется. Мне так хочется в школу, у меня столько новой одежды. Да, я сейчас еще покажу вам обувь. Так, ну что, ребята, готовы к обуви на весну? Та-дам! Кидульки. Очень хороший, очень качественный. Тоже магазин Хаус. Что по цене? Это была бирка. Давайте вместе посмотрим. Давайте посмотрим вместе. Ага. А ценный тайок. Странно. Ну, ребят, 70-80-то как-то. Что тут пишут у нас? Я без очков, смотрите вы. Там тоже не видно. Искусственная подошва. И это хлопок, ну, катон и катон. Ну, не полностью, не полностью. Задник такой плотный, хороший. 36 размер. Вот такие. Тоже, по-моему, ребят, или 69 или 79, что-то так. Не по-моему, не знаю, в лице они делаются. Тоже все. Все в тон. Все в тон. Видите? Красота неописуемая. Все эти наряды вот вместе. Кеды, брюки, штаны, толстовка, две футболки. Обошлись. 406 злот. Дороговато, конечно, очень. Ну, ничего. Может, еще пару светлых футболочек прикупим, и все. А там уже лето, платья, сарафаны, шорты. Хорошо. Так, ребята, сейчас подождите. Я все это развяжу по шкафам и покажу вам, что мне Лузька подарила на день рождения. Так, Лузька мне подарила вот такую сумочку в бежевом цвете. Он как-то в серый отдает, но он бежевый. С такой ручкой. Там еще ручка такая длинная, цепляться. Но мне с этой удобно. Она одевается на плечо. Хорош, что мой маникюр на мой. Баловую стану на маникюре. Так. С такими вот красивыми штуками здесь. Хорошая, удобная сумочка. Мягкая такая. Кожзам такой мягкий. И сейчас, друзья мои, упс. И неудобно. Тут карманчик внутри. Ну, я уже неделю с ней хожу. Тоже перемычка такая посередине на змейке. Два карманчика таких и один на змейке. Два отделения. Такая прекрасная сумочка на лето. Обалденная сумочка на лето. Я ее одеваю и иду. И радуюсь, что у меня есть талузка, а у нее есть диял. Так. А сейчас покажу, что мне подарила Марьяна. Ну, Аллочка подарила мне еще пижаму. Пижамку вы видели. Сейчас покажу, что подарила Марьяна. Так. А это подарок Марьяны. Моей второй подружке. Вот такой вот шелковый халатик с тиграми. Потому что я родилась в год тигра. И вот они, значит, решили мне. Напомнить об этом. Очень приятный материал. И не тонкий, ну и не плотный. И не знаю. Шелк это или атлас. Или атлас. С таким кантом. Халатик. Закругленными такими. Закругленные такие бока. Манжетик. Очень удобный. С одним кармашком. Так выглядит без пояса. Он полностью на пуговичках. И такой не длинный. Значит. Самая нужная длина. Спасибо, девочки. Большое. Мне все очень нравится. Пижамку вы видели. Пижамка тоже вот. И я думаю, что из этой серии. Просто она салатовенькая. Вот такого цвета нежного. А халатик вот такой вот. Ну вот такой какой есть цвет. Только чуть-чуть он светлее на самом деле. Чуть-чуть камера его делает более ярким. Не знаю даже, что за цвет. Бледно-коралловый может быть. Какое-то такое. Пишите ваши отзывы, ребят. Как вам понравилось. Пишите что-нибудь. Пишите. Я очень за вами скучаю, моя хорошая. Ребята, хотела на балконе поснимать. Ветерок поднялся. Солнышко еще высоко. И где-то часа через два-три пойду погуляю. Возьму вас с собой. Но я так собираюсь. Я, видите, даже вам говорю, что потом... Ты же обещал, Танюха, иди. Смотрите, какой у нас видов. Да, красивый. Ну, Костел. Видите, вот за красной крышей такой зеленоватый шпиль. Это Костел. Так. Я вам хотел показать чехлы. У нас тут появилось кресло, столик. Два кресла таких. Это нам хозяева отдали квартиры. Они у них были. Только на подушечке купить сюда. Потому что таратанг он там кое-где потрескался. Ну, ты ничего страшного. Я куплю такие мягкие подушки подляжи. Похожу. Чехлы. И так мы заказывали на сайте Шиен. Шиен. Как-то так называется. Вот такой вот. Блин, плохо видно. Чего ты Таня выперла сюда? Вот такой один. Видите? Что тут нарисовано? В общем. Хорошее качество. Очень хорошее. Потом. Вот этот на работу. Мне Маша заказала черную. Такие ромашки и лубашки. Эти ромашки, они все с глазки. Вратитенько улыбаются. Ну, вертинасово улыбаются. Вот такой один чехол. Тоже очень удобная тут. Такая штука. Это может работать как... Ты так вот оттягиваешь. Это может работать как подставочка. Поняли? Такая штука. И вот такой очень мы любим с Машей. Мультфин Ольз Громет. Приключения кролика оба одни. Вот такой с Грометом. Вот такая собачка. Видите? Такая она очень приятная. И тут бэби. И тут как стаканчик с коси. Что там написано, не знаю, короче. Скучно кофейное место. Такого же кофейного цвета. Приятного очень. Такие четыре чехла. Четыре чехла. И вот я вам скажу цену. Вот этот, по-моему, восемь золотых. И вот этот восемь золотых. А эти два по пять. Такая цена чудесная. И масленка. И вот за доставку мы не платили. Потому что там от тридцати девяти злотых доставка бесплатная. Очень быстро все пришло. В течение пяти рабочих... Пяти семи, по-моему. Ну, через пять рабочих не пришел все. Так что обратите внимание. Отправьте внимание!